Брестская область рассчитывает на долгосрочное и плодотворное сотрудничество с китайской провинцией Хубею. Подчеркнул на встрече с делегацией этого региона Китайской Народной Республики председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. Эту встречу можно расценивать как заинтересованность китайской страны в развитии крепких, взаимовыгодных, дружеских отношений между регионами, которые существуют уже более 20 лет. Начало сотрудничеству Брестской области и провинции Хубе было положено в 1994 году. За это время установлены побратимские связи между городами Брест и Сиогань, Барановичи и Чиби. Состоялись двусторонние встречи и обмен делегациями. В 2013 подписан план сотрудничества между регионами в торгово-экономическое, научно-техническое и культурные областях на 2014-2020 годы. Потенциал, который имеют наши регионы, далеко не исчерпан для налаживания более тесного и эффективного сотрудничества. Есть хорошие перспективы совместной деятельности в области торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в сфере культуры, искусства, спорта и туризма, медицины. В последние годы в Брестской области с участием китайского капитала реализовано несколько инвестпроектов, в том числе строительство нового энергоблока на Березовской ГРЭС. На долгосрочной основе складываются взаимоотношения китайской страны с коллективом Пружанского льнозавода. Данные Белорусско-Китайский бизнес-форум – хороший толчок к налаживанию более тесных контактов. Я считаю, что очень продуктивно. Сегодня мы провели работу. Во-первых, мы представили продукцию наших крупнейших предприятий, то, что мы поставляем и можем в больших объемах поставлять на рынке Китайской Народной Республики. И мы услышали очень хорошие проекты, которые развиваются в провинции Хубей. Это, конечно, несравнимые проекты, это миллиардные в долларовом эквиваленте проекты, но все равно у них есть заинтересованность продвижения своей продукции на рынке как Евросоюза, так и нашего, который создан. Поэтому у нас есть хорошие потенциальные возможности создать предприятие, привлечь инвестиции китайские. Ну, это, естественно, за собой, значит, вы знаете, что следует. Это создание рабочих мест, это налоги и так далее, и так далее. Поэтому это очень важно. Ну, конечно. Мы вот в столь трудное время для всей промышленности Республики Беларусь в связи с этими мировыми кризисами и всем остальным. А мы чувствуем себя очень уверенно, вот Пружанский льнозавод в целом и вот рядом у нас уже развивается Ляховецкий льнозавод в нашей области. Мы себя очень уверенно чувствуем в том, что есть хороший рынок сбыта, необъятный наш Китай, который практически готов поглотить все, что мы можем произвести. И у нас, ну, очень такое оптимистическое настроение в будущем работать над повышением урожая, над повышением производительности труда. Провинция Хубэй находится в центральной части Китая. Это одна из ведущих, перспективных и развитых областей КНР. Здесь расположены предприятия как тяжелой, так и легкой промышленности. Развитыми являются такие сегменты экономики, как медицина, нефтехимическая, энергетическая. Автомобильная промышленность, особое внимание отводится развитию парка высоких технологий. Образование и культура имеют многовековые традиции, сохранившиеся и сохраняемые. Выход на международную торговую арену достаточно широк. Компании провинции Хубэй представлены по всему миру. И Беларусь, в частности Брестская область, также интересна китайским бизнесменам, как торговые партнеры. Об этом говорили на встрече во время презентации и регионов, и предприятий обеих сторон. Мы все знаем, что у провинции Хубэй и Бреста есть много общего, объединяющего. Сегодняшняя встреча это еще раз подчеркнула, доказала вышесказанное. Самое главное, что можно подчеркнуть, это, первое, заинтересованность к созданию новых, партнерских отношений представителей обеих сторон. Второе, нашим бизнесменам интересно то, что создается в вашей области. А третье, это очень выгодное географическое положение Брестской области. Можно строить отношения, можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. В рамках форума было подписано соглашение между Белорусской железной дорогой и Китайской железнодорожной группой о стратегическом сотрудничестве в развитии железнодорожной транспортной инфраструктуры Беларуси. Для Бреста это весьма выгодные инвестиции, весьма выгодные и привлекательные предложения. Речь идет о том, чтобы не один поезд в месяц двигался в состав, а двигались, вот сегодня были предложения о том, что четыре в неделю. То есть это огромные перевозки. А это же опять же у нас, собственно говоря, перевалочная база с широкой колеи на узкую. И все это будет происходить в Бресте, а не где-то в другом месте. Поэтому мы заинтересованы о том, чтобы грузопоток увеличился, а этим будет увеличиваться естественная экономика, прежде всего отделение Брестской железной дороги, но и в целом экономика области и республики нашей. Анатолий Васильевич, вот меня заинтересовало представление по сельскому хозяйству. Вот кажется, огромная провинция кормит практически большую часть Китая, и они заинтересованы в сотрудничестве с нашими предприятиями. Это же тоже большой потенциал для Брещенка, для аграрной области. Конечно, потому что речь идет, во-первых, о поставках. Ну, они изучают, значит, то, что у нас делается, и знают о том, что мы развита область в сельском хозяйстве, и наша республика в мире развита как сельскохозяйственная. Поэтому опыт наш для них интересен по производству животноводской продукции, в том числе некоторых видов растеневодской продукции. А мы заинтересованы в том, что у них есть прекрасные разработки, они показывали по той же и кукурузе, и другим видам, которые нас тоже сегодня интересуют. Поэтому мы можем найти общие контакты. Сегодня, когда мы видим, что перевозки, в том числе и контейнерные, из Западной Европы, в первую очередь на сборочное производство в Россию, в Подмосковье, падают, уменьшаются. Уменьшаются перевозки экспортных грузов из России в Европу. Очень приятно видеть, что потоки из Китая в Европу в контейнерах нарастают. И сегодня было отмечено, и получил приятную информацию, что перевозки из Китая в страны Западной Европы увеличатся и до 4 контейнерных поездов в неделю. Через Брест это самый короткий, самый выгодный путь. И время нахождения контейнерного поезда, время обработки его за счет слаженности работы железнодорожников, таможенников и пограничников в Бресте сокращено только за последний год в три раза. Интересна китайским предпринимателям и наша брестская перерабатывающая промышленность. Презентации молочного белорусского гиганта Савушкина, Санта-Бремор, Березовского сыродельного комбината вызвали интерес у китайской стороны. А если есть интерес, вероятнее всего будут подписаны, пусть не сегодня, не сейчас, договоры о сотрудничестве. Мы заинтересованы и не только в свободной экономической зоне, а в целом в Брестской области, чтобы инвестиции приходили в целом и на другие предприятия, которые говорилось здесь. Меня лично, я пометил, себя очень заинтересовало. Это оптоволокно, которое развивается у них же крупнейшее, шестые в мире, а не по производству оптоволокна. А почему, допустим, у нас в Брестской области не развивать это направление. Вообще эти технологии – это будущее, и этим надо заниматься. Если китайская сторона проявит интерес, мы только будем рады, чтобы они у нас разместили какое-то производство и занимались этим. Вы уставшие, но довольны. Можно так сегодня сказать про бюрган? Конечно. Так я еще не так устал, поэтому будем продолжать и дальше работать. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Телекомпания «Бук-ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова